Всем привет! Это вводная лекция по моему авторскому курсу использования техники пастели в фэшн иллюстрации. Цель данной лекции показать, как действующие иллюстраторы используют техники пастели для создания красивой иллюстрации и какие вообще техники бывают. Многие говорят о том, что фэшн иллюстрации сейчас переживают пик популярности, но на мой взгляд мы все еще находимся в стадии раскрутки маховика и все самые интересные и яркие проекты и возможности еще впереди. Сейчас журналы, агентства и бренды в особенности из-за пандемии стали активно взаимодействовать с иллюстраторами и художниками, что придало еще больше инерции развитию направления фэшн иллюстрации и вообще творческого искусства в целом. Мы видим, что за последнее время иллюстрации и коллажи стали появляться на обложках и страницах самых именитых журналов, таких как Vogue и Harper's Bazaar, причем самому молодому исполнителю обложки Vogue Italia стал 6-летний ребенок. На страницах журналах все чаще мы видим иллюстрированный материал, и поэтому я уверена, что у фэшн иллюстрации огромный потенциал, а это значит, что у каждого из вас есть потенциальная возможность появиться на страницах знаменитого журнала. Иллюстрации в журнале делают и художники, и иллюстраторы, и коллажисты, которые даже могут не заниматься в основе именно фэшн иллюстрации. Также мы видим, что Vogue Run впервые разместил на своей площадке отрисованную коллекцию от Couture Дома Модес Кеа Парелли и бренда Ralph Rousseau. Давайте посмотрим план сегодняшней лекции. Сначала мы с вами познакомимся с крутыми фэшн иллюстраторами-пастелистами, которые используют этот материал для своих работ и занимают высокие позиции в сфере иллюстрации. Затем я расскажу о своих работах, о своей философии искусства, и мы познакомимся с содержанием курса. И в конце лекции я дам список полезной литературы для прокачки навыков использования именно техники пастели. Конечно, пастель не может являться лишь одной основой стиля, потому что это материал, а материал это техника. А стиль, как мы знаем, состоит из многих составляющих, и материал это всего лишь его некоторая часть. Тем не менее, это прекрасный материал, я имею в виду сейчас пастель, которая помогает иллюстраторам выразить себя, свои идеи, подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Здесь я представила полотно из разных кусочков работ, разных иллюстраторов, работающих в технике пастели. И что меня больше всего поражает и радует, что каждый иллюстратор, соприкасаясь с тем или иным материалом, открывает его по-новому, использует его в соответствии со своим видением, и материал становится от этого только богаче и многограннее. И именно на этом я хочу заострить ваше внимание на лекции не на самих иллюстраторах, а именно на их техниках использования материала, как пастели. Сегодня мы посмотрим примеры пяти разных фэшн-иллюстраторов, которые работают пастелью и которые в последнее время добились значительных успехов в модной иллюстрации. При этом их стили кардинально разные и они интересны по-своему. Я четко верю, что никогда нельзя останавливаться в своем развитии, развитии своего творчества и поиске уникального стиля. Чтобы создать ценность, нужно оставаться жаждущим и любознательным. Каждый из художников, которых мы сейчас посмотрим, занимаясь той или иной профессиональной деятельностью, испытывал постоянное желание рисовать, и все из них вернулись к своему делу и стали успешными. У каждого своя история, но суть остается одна. Не предавай себя и занимайся тем, что ты действительно любишь. Начнем мы нашу пятерку с одного из моих любимых иллюстраторов, который сейчас не имеет такой широкой популярности, как на пике своей карьеры, но он сделал много значимых в проектах, которым сегодня может позавидовать любой фэшн-иллюстратор. Его работы были представлены на страницах ведущих мировых изданий, таких как ВОК Париж, ВОК Италия, ВОК Испания, ВОК Корея и многих-многих других. Он работал на неделях моды, в том числе на неделе моды в Японии. Как и многие иллюстраторы, он работает разными материалами, но сегодня я хочу остановиться именно на его пастельных работах. По его работам видно, что он постоянно находится в поиске, меняет форму, материалы, не кардинально, используя при этом тактичный подход. Он умело расставляет свет и тени, создавая форму и используя акценты, делает ощущение трехмерного изображения. Мы видим, что он использует практически монохромную гамму в своих работах. Его сюжеты – это портреты моделей и вдохновение от коллекции от кутюр, в особенности таких, как Джон Гальяна и Александр Маквин. Даня говорил еще в 2012 году в своем интервью, что он подходит к творчеству таким образом, что понимает, что искусство настолько субъективно, что людям нравится то, что им нравится сегодня, им может не понравиться завтра. И иллюстрация – это, на мой взгляд, очень яркий пример именно вот этой философии. Поэтому Даня Робертс даже сейчас находится в поисках и продолжает совершенствовать свой стиль. Я приведу некоторые примеры его работ с указанием их стоимости, чтобы вы могли ориентироваться в ценовой политике работ. За карьерой этой девушки-иллюстратора я слежу с момента создания ее блога Paper Fashion. Она не раз меняла стилистику своих работ, причем довольно-таки кардинально. Кейт работала с очень крупными компаниями, включая Apple, Estee Lauder, Google, Disney, Harper's Bazaar. Недавно Harper's Bazaar India разместил ее иллюстрацию на обложке своего журнала. Если говорить о технике, она любит использовать пастель наряду с другими материалами. Ее пастельные работы, как правило, абстрактные и очень легкие. Основа ее работ – это не застывшая фигура, это танцующая легкая девушка. Также она очень часто использует декор в своих работах. Кейт любит сочетание растительного мира и мира фэшн, и этот сюжет всегда разворачивается в ее работах. Это нереалистичная форма и четкое изображение. Здесь главное место занимает абстракция и намек. Раньше никто не затрагивал вопрос стоимости работ, но в лекции я специально привожу слайды со стоимостью работ, чтобы вам было легче понимать коммерческую составляющую иллюстраций. И мы переходим к следующему фэшн-иллюстратору-пастелисту, который рисует в основном моделей на подиуме и людей, которые посещают фэшн-шоу. Он делает очень живые зарисовки, и я не так давно познакомилась с его творчеством, но оно в первую очередь очаровывает своей живостью. Его работы представлены во многих знаменитых СМИ, включая Нью-Йорк Таймс. Он использует масляную пастель для своих работ, обожает цвет и использует зернистую бумагу. В отличие от многих иллюстраторов, он работает на опятом формате. Кстати, некоторые художники рекомендуют рисовать именно каждый день на небольших форматах, буквально 15 на 15 сантиметрах, потому что такой формат он не вызывает страха и помогает легче разрисоваться и смелее экспериментировать. По его работам видно, что он любит наблюдать за модницами, коллекциями и странностями, которые окружают неделю моды. Это оказывает влияние на его чувство эстетики в целом для моды и дизайна. Но он сам говорит, что большее влияние, конечно, на него оказывают другие иллюстраторы и художники. Этого иллюстратора знают сейчас многие, потому что он набирает обороты популярности с каждым днем. Крис известный любитель пастели и различных экспериментов и настоящий трудоголик, потому что в своем блоге Инстаграм он почти каждый день публикует хорошие, интересные работы. На сегодняшний день его работа публиковалась в ВОК, также его работы публиковались в СМИ, в США, Австралии и Европе. Он создавал большую фреску перед публикой в реальном времени на мероприятии детской одежды в Париже в 2019 году. Вы можете посмотреть работу Лоренцо Матоти и Йоанна Эрнеста Углоу и увидеть, какое сильное влияние они казали на творчество Криса. Если говорить о технике его работ, то мы видим, как он с помощью света и теней вырезает форму, захватывает именно его умение работа с прозрачными слоями пастели. Он всегда дает возможность зрителю проявить своеображение в его работах. В одном из интервью Крис дал 5 советов начинающим иллюстраторам, и я хочу поделиться этой информацией с вами. Вы можете сделать скрин слайда для себя, чтобы использовать его советы. Это простые, но очень действенные советы, которые может применять каждый. Все, кто хотя бы в небольшой степени знаком с фэшн иллюстрацией, знают эту девушку иллюстратора из Нью-Йорка. Сейчас ее популярность пошла немного на спад, но она все еще занимает твердые позиции в области модной иллюстрации и, наверное, одна из самых востребованных иллюстраторов последних лет. Это неудивительно, потому что человек имеет свой яркий и выраженный стиль. Для своей карьеры иллюстратор она уже сделала очень многое и является частью интересных и значимых проектов. Ее талант был признан Оскаром де Лоренто, Мючи Прадо, Харперс Базар и международными журналами, такими как Vogue Корея, Vogue Австралия и многими другими. Если мы рассматриваем ее работы с точки зрения техники и стилизации, то мы видим, что на виду с пастелью она использует акварель и акварельные маркеры. В ее работах всегда чувствуется некоторая экспрессивность, спонтанность, игра вот именно на контрасте и, конечно, фирменное искажение пропорций лица и фигуры. Она любит использовать в качестве основы крафт-бумагу, что тоже является частью ее фирменного стиля. В последнее время мы все чаще наблюдаем в ее блоге в Инстаграм натюрморты и они по-своему прекрасны. О высоком уровне творчества мы можем судить, когда видим работы, пусть и небрежные, но точно передающие характер и форму. И это именно то, что мы видим в работах Blair. Стоимость работ Blair приведена на слайде. На сайте ее магазина вы можете найти больше работ с разной ценовой политикой, начиная от 170 долларов и выше. Мы посмотрели некоторые способы использования пастели в работе разных иллюстраторов, но хочу отметить, что один из известных дизайнеров моды, который сейчас активно использует пастель, тоже вдохновляет нас своим творчеством. Недавно ВОК разместила отрисованную им коллекцию от Кутюр, Амадома Мода Скиапарелли, на сайте вместо фотографии живых моделей. Его творчество неоспоримо оказывает мощное воздействие на популяризацию бренда Скиапарелли. Его линия навсегда настолько живая и яркая, что мы сразу проникаемся и чувствуем форму и то, как это будет выглядеть в реальной жизни. Так как это вводная лекция по моему авторскому курсу пастели, я хочу немного рассказать о своих работах. Недавно я написала авторское заявление для уже второй за этот год выставки моих работ, и, пожалуй, оно очень точно характеризует мой подход именно к фэшн-иллюстрации. Основная тематика моих работ связана не только с модой, как таковой. Меня привлекают сильные личности. Это могут быть и дизайнеры одежды, которые совершили или совершают революцию в своей индустрии. Меня привлекают модели, которые отличаются своей смелостью, умом, молодостью и харизмой. Мои иллюстрации отражают образ разных женщин. Я люблю рисовать женщин разных национальностей. Мне нравится делать акцент именно на взгляд. И это то, что занимает большее время в моей работе. Одежда и аксессуары – все это всегда второстепенно. Это лишь помогает усилить глубину взгляда. Игра с линиями, с пятнами, пространством – это основа моих работ. Меня интересует работа нашего мозга, нашего мышления. И я стараюсь с помощью намеков, линий, недосказанности в работе дать возможность зрителю участвовать в завершении образа. Мой архитектурный и инженерный опыт наложили отпечаток на мое творчество и, конечно, помогают мне видеть и вычленять интересные элементы и линии. Мне нравится, что на первый взгляд мои работы выглядят очень реалистичными, но при этом в них много чего не дорисовано и не досказано. Образы в моих люстрациях – это прямое трактование последних событий в мире моды. На данном слайде представлены мои работы по оценкам галереи «Лиль во Франции». И подводя итоги увиденного, я хочу, чтобы вы вдохновились и начали смотреть на пастель как интересный живой материал, который вы можете раскрыть по-своему и который, в свою очередь, поможет вам сделать ваши работы уникальными и неповторимыми. И завершая лекция, я хочу кратко рассказать о том, что ждет вас на моем авторском курсе. Программа курса представлена на слайде. Курс включает в себя 10 основных уроков, на которых я раскрываю свои методы использования пастелей и способы стилизации. Мы рассмотрим, какие материалы я использую и как я их подбираю для своей библиотеки материала. Коснемся всего, что касается портрета. По большей части я люблю портреты и поэтому особое внимание уделяю именно взгляду, который и является магнитом портретных работ. Также мы посмотрим, как можно упрощать лицо или модный образ. Вы сможете свежим взглядом посмотреть на то, как можно упрощать и делать красивой абстракцией сложные вещи. Попробуем сочетание акварели и пастели, а также используем декоративные приемы для создания красивой работы. Также я дам некоторые рекомендации по хранению и обработке работ. Самое важное, что курс поможет вам по-новому взглянуть не только на использование пастели как материала, но и поможет освежить ваш стиль и привнести в него что-то новое. Независимо от того, работаете вы пастелью или имитируете пастель в цифровой иллюстрации. Записаться на мой авторский курс вы можете по ссылке на моем сайте. На всякий случай дополнительную ссылку я оставлю на слайде. Всех ребят, которые уже записаны на курс, я жду вас на первом практическом уроке. И если у вас остались какие-то вопросы, вы можете смело писать мне, я обязательно все читаю и всем отвечу. Также я даю список полезных книг, которые можно изучать самостоятельно, чтобы познакомиться с техникой пастели и основами работы с ней. Я благодарю вас всех за внимание. Записывайтесь на мой авторский курс и до встречи на занятиях.